Добрый вечер, друзья. Эфир КХЛ-ТВ продолжает информационно-аналитическая программа КХЛ подробно. Сегодня подводим итоги двух матчей, которые прошли в чемпионате континентальной хоккейной лиги, а также говорим на другие интересующие и волнующие нас темы. Меня зовут Владимир Гучик, вместе со мной Александр Гуськов. Всем привет. Прежде чем мы приступим к обсуждению сегодняшних матчей, несколько слов о программе предстоящего матча «Звезд». Эта программа была известна уже сегодня. И скажем о том, что Дворец спорта «Большой» в Сочи откроется уже в 4 часа, так что болельщики с этого времени могут приходить на арену. Через полчаса пройдет традиционный «Суперскилз». В этот же день состоится матч ветеранов, то есть в этом году матч «Легенд». В этом матче будет представлена команда Валерия Каменского и команда Андрея Коваленко. Ну и, собственно, в 19 часов по московскому времени состоится сам матч «Звезд». В общем, гвоздь всей этой программы. Все это будет подробно освещаться на наших каналах, КХЛТВ и КХЛТВ HD. Прямая трансляция всего этого мероприятия начнется в 16.20 по московскому времени. Так что вовремя включайте свои телевизоры и ничего не пропустите. Ну а теперь, собственно, к матчам, которые прошли сегодня. В Хабаровске состоялась пятая серия дальневосточного противостояния. В предыдущих матчах у нас исключительно побеждали хозяева. Но давайте посмотрим, как сегодня складывались события на льду Платином арены. «Амур» давненько не побеждал. Перед этой встречей команда «Раута Корпи» потерпела шесть поражений подряд. «Адмирал» тоже не побеждал уже на протяжении двух матчей. «Адмирал» вроде как очки нужны больше. Он продолжает борьбу за место в плей-офф. В первом периоде, вот, пожалуй, самый главный эпизод. Александра Горшкова свалили. И он исполнял штрафной бросок. Но переиграть в этом эпизоде Сергея Борисова он не смог. Да, могли сразу же выйти вперед гости. Но Борисов был на высоте в этом моменте. Вовремя сел на лед и не позволил пробить себя нападающим. Вот смотрим другие фрагменты, которые были в стартовом отрезке. В позиционном нападении «Хабаровчане». Первое звено. Вот так вот отмахивается Тарасов. Ну, а здесь из-за ворот угрожал Шифигулин. Вбрасывание у ворот дальневосточной команды. Это обращает внимание на одного из братьев Ушениных, на Владислава. Мощнейший бросок следует от синей линии. Здорово играет Проскуряков. Сначала шайбу отбил, а потом было опаснейшее добивание. Так что в этом эпизоде Илья действительно подтащил свою команду. Хорошо играли и тот, и другой вратарь. Много было моментов у обоих команд. Но все-таки первыми забили игроки «Адмиралов». Да, и произошло это на последней минуте. На последней минуте первого периода. 22 секунды оставалось до завершения этого отрезка. И Алексей Угаров отличился. Гол в раздевалку забивает Угаров и не дорабатывает нападающий. А Мура с Угаровым тот оказывается первым добиванием и гол. А вот смотрим за тем, как «Адмирал» играл в большинстве. 28-я минута матча. И Энвер Лиси отправляет шайбу в ворот. Никто не ожидал, что шайба окажется за спиной вратаря. Все ждали отскок на пятак. Третий период. Да, «Адмирал» получил довольно комфортное преимущество в счете. Ну и, наверное, многим показалось, что «Адмирал» серьезных проблем уже в этом матче не испытает. Но вот что начало происходить. В третьей 20-ти минутке выход вдвоем против одного защитника. И вот эта двухходовка прекрасно разыграна. Тарасов получает шайбу и переигрывает Проскурякова. Отличный пас Миклик с борта. Отрезает он двух игроков. Ну, тут Тарасов и Шефигулин разбираются. Ну, вообще, по сегодняшнему матчу вот это вот звено стоит похвалить. У Амура Миклик, Тарасов и Шефигулин по-настоящему тревожили в этой встрече Проскурякова. Ну, и вот одну шайбу сумели организовать. Здесь бросок от Хешки с хорошей позицией. Не сразу шайбу зафиксировал Борисов. Ну, а вот она концовка матча. То есть у нас «Адмирал» забил в концовке первого периода, а Амура отличился тем же уже в концовке третьего периода. Тем самым Евгений Орлов классным броском сумел перевести встречу в овертайм. Расслабились, конечно, игроки «Адмирала». Потеряли позиционные атаки Орлова. И тем самым расплата не заставила себя долго ждать. И вот он овертайм. Овертайм 2 минуты 6 секунд оставалось до булитов. Пошел в атаку Федор Беляков. И вот таким вот образом он огорчил. Сергея Борисова. Для молодого защитника этот гол стал первым. В текущем чемпионате «Адмирал» одерживают третью победу в противостоянии против «Ахабаровского Амура» в этом сезоне. Ну и вообще вот впервые в этом сезоне гости сумели победить со счетом 3-2. Сразу же после матча мы позвонили к голкиперу «Ахабаровского Амура». Сергей Борисов нам подвел итог очередного дальневосточного противостояния. Поскольку все-таки теперь играли дома. И, конечно, мы хотели «Адмирал» обязательно обыграть за переванш за то поражение, которое потерпели на выезде. Но «Адмирал» борется сейчас в плу-офф. Они сильно мотивированы. Играли сегодня здорово. Хорошо, что нам удалось счет сравнять, перевести игру овертайм. Но вратарь допустили ошибку. И, как бы, к сожалению, проиграли этот матч. Да, любой гол обидный. И в любой ситуации вратарь может выручить. Если где-то он пропустил, значит, все равно это его вина. Потому что все, я думаю, можно поймать. Таких обидных. Вообще три, которые сегодня залетели, они все равно обидные. Потому что не пропусти их. Может быть, и выиграли бы. Сергей Борисов прокомментировал сегодняшнюю встречу. «Амур» уже терпит седьмое подряд поражение. И вообще эта неудача стала одиннадцатой в двенадцати последних матчах. С «Амуром», наверное, уже все ясно в этом сезоне. Понятно, что теоретические шансы на попадание у Хабаровска есть. Но мы-то прекрасно понимаем. Да и, наверное, уже сами ребята отдают себе отчет, что сезон закончится в конце февраля. Я думаю, что об этом в первую очередь понимают ребята. И тяжело себя настраивать, когда ты идешь внизу турнира на таблице, и выходить, и биться против каждого соперника, это очень тяжело. Наверное, каждый себе зарабатывает кто-то будущий контракт, кто-то хочет доказать то, что он может играть и в другой команде, и показывает всем, на что способен. Не думаю, что в «Амуре» есть какой-то коллектив, который решает свои задачи определенные. И сейчас, я думаю, что там чуть-чуть в команде что-то другое. Каждый хочет себя проявить, и каждый хочет показать свою игру, чтобы, наверное, подписать новый контракт. Ну и, наверное, подписать новый контракт не только с другой какой-то командой, но, в общем-то, и постараться остаться на будущий сезон в «Амуре», потому что уже стало известно о том, что продолжит работать с командой «Раута Корпи», и ведь он тоже смотрит на тех игроков, которые в следующем сезоне ему пригодятся. Да, несомненно. И это иностранный специалист. Знаю я его, смотрел, как он работал в предыдущих командах. И мое мнение такое. Хочу забежать вперед, что «Амур» на следующий сезон будет совершенно другой командой. И, возможно, будет новое приобретение, и все-таки этот тренер сделает из команды «Аутсайдера» все-таки, я на это надеюсь, команду «Середнячка» и, может быть, поборется за место в плывах. На твой взгляд, почему у него не получилось как-то встряхнуть команду по ходу нынешнего сезона? Да, как только он пришел, у «Амура» там была какая-то серия даже победная, и многие заговорили о том, что вот-вот, сейчас и «Амур» пойдет по восходящей, но концовка ничем не отличается от старта сезона для «Амура». Ну, наверное, все-таки были эмоции сначала у ребят, как это всегда происходит, когда приходит новый тренер, каждый хочет себя проявить, и каждый пытается показать свой лучший хоккей и все свои лучшие качества. В итоге, да, был всплеск, но потом, я так понимаю, что, возможно, в физическом плане ребята не были так готовы, как надо новому тренеру. Это все идет с предсезонки, и все-таки команда не может так резко взять и прыгнуть выше головы, находясь в подвале турнирной таблицы. То же самое мы можем сказать и о нефтехимике, который вроде бы что-то зашевелился, но в итоге так и не может выбраться из этой ямы. Так же и здесь. И я думаю, все-таки вот эти поражения, которые наступили после всплеска, еще больше убили ребят, и тренер ничего не может поделать. Я думаю, что надо в этой ситуации начинать все с нуля. Ну, в общем-то, это и придется делать Пека Раута Корпи. Он проведет с командой предсезонную подготовку. Ну и посмотрим, в каком состоянии Амур будет в следующем году. Хотя нынешний сезон для хабаровчан продолжается, равно как и для их сегодняшних соперников. Другая дальновосточная команда как раз претендует на плей-офф, и у них есть хорошие шансы. Да, Адмирал пока по набранным очкам занимает девятую позицию, но по потерянным очкам команда восьмерки. И очень, кстати, сегодня оказались вот эти вот два набранных очка, которые позволили завоевать Адмиралу молодой защитник Федор Беляков. Мы дозвонились ему, он прокомментировал сегодняшний матч, сказал, в каких аспектах Амур превзошел его команду, но и также рассказал, как ему удалось забросить победную шайбу, первую для него в текущем сезоне. Ну, хотелось бы, конечно, победить, получить волноценную тряпчку, но не получилось в концовке. Амур больше атаковал, мы больше оборонялись, и где-то не дотерпели, совершили ненужные ошибки и получили два гола. Как бы, ну, Амуру немного, мне кажется, проще играть, на них особо результат не давят, на мой взгляд. Вот, и не более, что и пощение, у нас же четыре игры как бы в запасе, и нам надо максимум очков брать, чтобы входить в плу-офф. Поэтому у меня же где-то нервозность сказалась. Команда у нас молодая, опыта все еще набираются, и мастерства, так что не вижу ничего страшного, мы вам победили и два очка забрали. Будем готовиться к следующей игре. Команда выиграла хорошо, забил-то не забил. Команда прыгала, хоть и забил. На мой взгляд, это уже не важно, это плохая игра. Очков не заработали. Ребята молодцы, как бы, увидели, отдали пас. Надо было только забить, получилось. Есть матчи в запасе или их нет, то надо на любую игру выходить, настраиваться, играть только на победу, и не оглядываться, как там играют соперники, надеяться на другие команды. Думать там и мечтать, что, а вот, те победят, а те проиграют, а вот мы завтра, наверное, выиграем. Это как бы, ну, мы такого себе позволить не можем. Это был Федор Беляков, защитник Владивостокского адмирала, человек, который принес сегодня победу дружине Сергея Шепелева. Ну, в общем-то, правильное настроение царят в команде, да, то есть, как говорится, ни на кого не надейся, ну, и, в общем-то, и сам не плашай в этом отношении, да, поскольку, если будешь там рассчитывать на то, что соперники будут терять очки, то далеко не уедешь на этом. Правильно, игрок заметил, что Амур играет раскрепощенно. Он и так уже выходит на игру, так скажем, ну, грубо говоря, не мотивированным, да, но когда еще проигрывают, вообще руки развязываются, и показывают, можно такое сотворить, так скажем. А Адмирал все-таки очки нужны, и каждое очко на вес золота, и здесь, так скажем, когда идет игра жесткая, игра, так скажем, от ножа, и, ну, боятся пропустить, и где-то, может быть, не пойдут вперед, а где-то отсиживаться в обороне будут те, кому нужны больше очки. Еще один участник сегодняшнего матча прокомментировал итоги встречи. Евгений Орлов, этот хоккейс сегодня сумел перевести встречу в овертайм, он нам по скайпу рассказал также о атмосфере, которая сейчас царит внутри хабаровского коллектива. На самом деле у нас уже проблема постоянная, потому что мы первый период, второй период очень плохо играем, а собираемся уже к третьему периоду, и теряем очень много сил, и, ну, сегодня, как бы, нам повезло, да, и мы сравняли счет, поэтому, а в конце какой-то концентрации не хватило, потеряли защитника там, и пропустили гол обидный очень. Так что, вот, какой-то такой момент был сегодня. Повезло, что за 50 секунд забили, как бы, партнеры вывели, я решил там, голик. Нам тренер просто сказал, что уже остается мало времени, нужно больше бросать, нагнетать на ворота, потому что счет 1-2, и нужно больше бросать было. Ну, и там момент, как бы, создал, я увидел, напарник открывается там, я подбежал к нему, крикнул, и он мне скинул, ну, и там, получилось так разобраться с ротарем. Ну, не могу судить по себе, как бы, да, когда я забил голы, и команда выиграла, значит, все получается, да. Если забил, команда не выиграла, значит, я мог больше, и поэтому где-то получается. Не мне судить, судить, я считаю, там, тренером, и, может быть, игрокам с командой виднее. Я просто выполняю свою работу, все, что от меня требуется. Я знаю то, что пресс-конференция была, там, 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 смотрели, пресс-конференцию, это задавали вопрос нашему руководству, да, там, по поводу, там, высшей лиги, по финансам, да, но, как бы, могу так сказать, что финансовое положение выравнивается, и через пару дней нам, как бы, дадут зарплату, которую задерживали, и, что касается, там, нашей команды, на будущее, то она будет, и будем дальше продолжать, и играть, доказывать, что мы достойны в КХЛ, С своими праздниками, с крещением, до свидания. Евгений Орлов, нападающий Хабаровского Амура, в общем-то, мы тоже его поздравляем с праздниками, и будем надеяться, что следующий сезон состоится в КХЛ для Амура, и все в этом сезоне сложится гораздо благополучнее. Дальневосточное дерби на сегодняшнем матче не прекращается, состоится еще три игры, и уже ближайший матч состоится послезавтра, на этот раз встреча пройдет во Владивостоке, обязательно о событиях этой игры мы вам расскажем. Еще один матч сегодня состоялся, прямые конкуренты по Восточной конференции, команды, которые сражаются сейчас за пятую позицию, встречались в Астане. Борис принимал уфимский Салават Юлаев, это тоже, как и у Адмирала с Амуром, был пятый матч в этом сезоне, и пока наблюдалось равенство во взаимоотношениях. Давайте посмотрим, чем завершился сегодняшний очный матч. Прошлый матч прошел в Уфе, и тогда Борис победил, ну а вот здесь голы пошли со второго периода, первая шайба была заброшена на 34-й минуте, Роман Старченко пробил Владимира Сахацкого. Здесь не показан момент, ошибка Пильстрома была, к сожалению, мы не увидели этот момент. А здесь разобрался ситуация Далман, оценил обстановку, партнер был закрыт, ну и решил забить сам, бросил и попал точно в угол. Ну и здесь отличный бросок удается Скачкову, сам эту шайбу придумал, выехал из-за ворот, развернулся, причем выиграл шайбу в борьбе там, ну и здесь вот так же у финцы фактически с мясом эту шайбу заводят. Антон Слепшев делает счет 2-2. То есть вот непринужденно отправляет шайбу в ворот. Ну и вот, наверное, многие уже начали готовиться к овертайму, но этот овертайм не состоялся, поскольку удался точный бросок Николаю Антропову, вот он шайбу сам подхватил, въехал в зону и бросил с неудобной руки, чем застал врасплох Владимира Сахацкого, может быть... Не ожидал, скорее всего, Сахацкий в этой ситуации, что Антропов будет бросать. Или, может быть, ему как-то помешал вот игрок, который бросался под шайбу, нет? Нет, там не было, по-моему, рикошета. Но я думаю, что Сахацкий подумал, что Антропов будет проезжать дальше и, возможно, другое развитие атаки должно быть. Но он бросил и здорово бросил. Борис сумел победить после двух неудач. То есть вот в этом отношении команда имеет некий психологический плюс? Да, возможно. Но, опять-таки, не стоит забывать и Салават Юлаев играет непонятно. Они могут выиграть и лидеров. Мы с тобой уже об этом очень много говорили. То есть вот если действительно посмотреть на последний матч Салавата Юлаева, то он у нас победил Акбарс, он у нас обыграл Магнитку, выиграл у Сибири на выезде, но при этом проиграл Борису и Автомобилисту, то есть тем командам, у которых гораздо больше проблем. Но сегодня все-таки Салават Юлаев показал зубы, показал характер и вытащил... Это был сегодня непростой матч и, в принципе, игра шла до гола. Первый гол забил Борис, потом удвоил преимущество, но все-таки надо отдать должное Салавату, все-таки они сравняли. Но вот из разряда не берущихся третий гол, да, вроде как назвать нельзя, но все-таки, наверное, сегодня спортивное счастье было на стороне Бориса. То есть Борис в некотором роде больше заслужил три очка? Ну, вроде как, да, начали они такую свою победную серию и, ну, надо отметить, что очень здорово сегодня сыграл вратарь Борис. Полуэктов. Полуэктов сегодня был на высоте и он в нужные моменты он вытаскивал такие шайбы, которые, казалось бы, уже должны быть в воротах. Позвонили в Астану и пообщались с нападающим астанинского клуба Николаем Антроповым. Он сегодня принес очень важные три очка для Бориса. Вот как он прокомментировал сегодняшнее противостояние. Конечно, было, но нужно играть до конца. Такие матчи у нас в каждой игре плыв. То есть турнир не позволяет роскошно играть. Так что нужно уметь играть в игры, выиграть 2-0, 2-1 в одну шайбу. Сами себе, грубо говоря, забили. В Братине было выиграно и не выиграли шайбы, получили игла-гола. А так, в принципе, три очка, три очка. В Африке, правильно? Выиграли хорошо. Идем дальше. У нас цель выигрывать каждую игру, забирать три очка. А что дальше будет, это уже посмотрим. А так настраиваться. Каждую игру отдельно берем, готов. Николай Антропов, нападающий астанинской команды, он сегодня помог набрать три очка. Ну, сейчас очки нужны не только Борису и Салавату Илаеву, но и, безусловно, всем командам, которые претендуют на место в плей-офф. И сейчас именно в Восточной конференции наблюдается очень интересная борьба за первые четыре позиции. Пока в турнирной таблице наблюдается следующая ситуация. Казанский Акбар с первой на Востоке, дальше следует Омский Авангард, на третьем месте располагаются Магнитогорские Металлурки. Вот эту вот четверку замыкает Новосибирская Сибирь, которая, пожалуй, в последнее время набирает очки стабильнее остальных. И вот в этой связи обещает быть очень любопытная концовка. Ну и вот мы решили порассуждать на тему распределения мест по итогам регулярного чемпионата, отталкиваясь от матчей и от соперников, которые предстоит произвести командам. И вот что ждет Казанский Акбарс в оставшихся месяцах. Семь матчей команда проведет дома. Здесь Магнитка, Минская Динамо, Московская Динамо. Матчи в гостях очень непростые. СКА, тот же Трактор, который очков практически не теряет. Ну вот в 12 матчей остается провести Казанскому Акбарсу. Ну и вряд ли подопечным Зимтулы Белелединова придется в этой ситуации рассчитывать на максимальное количество. Но вот на твой взгляд Акбарс выглядит предпочтительнее всех остальных? Или может быть, учитывая не самое лучшее состояние Акбарса на данный момент и глядя на соперников, Акбарс вот в этой борьбе не является фаворитом? Ну опять-таки время, да. Неделю назад мы говорили о том, что команда нашла свою игру, Белелединов выстраивает. Да не столько выстраивает, сколько подтверждает свою тактику. И она работала до определенного момента. сейчас почему-то Акбарс играет неуверенно и его лихорает. Этот вопрос может быть где-то внутри команды и Белединов на вопросы об этом отвечает как-то невнятно и ходя вокруг да около. Возможно, сейчас опять-таки и состав он варьирует. Он может убрать того же Бурмистрова из первого звена, потом опять поставить, потом сделать какое-то новое звено. То есть, возможно, он сейчас как раз строит систему для плей-офф и из-за этого поражения. Но у нас есть как раз возможность послушать наставника Акбарса из Долоби Лединов комментирует матч в Магнитогорске, но он при этом сумел найти кое-что положительное в игре своей команды. Ну, конечно, это неприятно, что проиграли матч. Хотя игра была, я считаю, что наша. Мы очень хорошо играли. Но какие-то нюансы они нас подвели. Я ребятам сказал, что в таких играх все должно быть чисто. Вот эти нюансы не должны нам мешать. Поэтому будем работать. Я считаю, что ребята в хорошей отдаче играли, играли очень правильно, дисциплинированно. Надо продолжать работать. Поэтому, конечно, как бы неприятно, но с другой стороны работает команда хорошо, и я думаю, что все будет нормально. Как-то по осени руководство, тренерский штаб Питерского СК говорил, что провалы нашей команды плановые. Эти четыре поражения наверное не в планах было казалось. мы не планировали эти поражения. Безусловно, это глупо говорить, что какие-то планированные поражения. Каждая команда всегда готовится, старается выиграть. Мы точно так же. Но есть моменты, которые не всегда позволяют выигрывать. Мы над этим работаем, и я думаю, что мы исправим свою ситуацию. Наши неприятности в последнее время не связаны с дополнительной какой-то физической нагрузкой команды, подготовкой плей-оффа к какому-то? Нет, ну то, что мы готовимся к плей-оффу, и у нас на самом деле немножко мы меняем свою программу тренировок, несмотря на то, что идут игры. Но это необходимо, я считаю. Сейчас есть пока такая возможность, поэтому мы будем продолжать, несмотря на то, что как бы не было тяжело, но нас сейчас надо выдержать для того, чтобы хорошо и серьезно подготовиться к плей-оффу. Из этого матча что-то исключительно позитивное главный тренер вынес? Я скажу, очень много позитива было. Я очень доволен командой, я еще раз говорю, я не смотрю на то, что мы неудачно сыграли, но команда играла очень хорошо, и в принципе, я говорю, игра была наша. Зентулаби Лединов наставник Казанского Акбарса, о ситуации, в которой очутилась его команда. Ну, также смотрим на ближайшие матчи прямых конкурентов Казанского Акбарса и на очереди Омский Авангард, которому также предстоит провести 12 матчей до конца сезона. Авангард уступает Акбарсу 4 очка. Ну и, Саш, вот отталкиваясь от этого календаря, буквально 2-3 слова о перспективах Авангарда, чего ждать команде в ближайшее время и сумеет ли Авангард может быть даже опередить Акбарсу. Ну, если вот так вот на скидку взять этот календарь, да, ну, посмотри, какие команды, да, ЦСКА, СКА, Йокерет, Сибирь, тот же Салават Юлаев. Ну, это домашняя площадка. Это домашняя площадка, но и мы знаем, что Омск не очень хорошо играет дома, поэтому не знаю, что ему мешает, но все-таки... Может быть, потому что Омск очень редко играет дома, вот на определенной части чемпионата, потому что большинство матчей было на выезде, а здесь вот нужно играть дома. Возможно, если будет больше игр в домашних условиях, может быть, как-то они привыкнут, наверное, и пойдет у них по накатанной. Но ты не веришь в то, что Авангард может опередить Акбарсу? Ну, опять-таки, это время. Вот Белядинов сказал о том, что меняются тренировки, да, для чего они меняются? Они меняются под плей-офф. Я не думаю, что у Акбарса есть задача выиграть Кубок Континента. Главная их задача выиграть Кубок Гагарина. Поэтому... Это главная задача для всех команд, для всех фаворитов. Магнитогорский Металлург сейчас располагается на третьей позиции. У Магнитки 13 матчей остается до конца сезона. 93 очка в активе, 7 домашних матчей. Минская Динамо, Югра, Трактор, ЦСКА, Нефтехимик, опять же, Трактор, Лада и 6 матчей магнитогорцы проведут на выезде. То есть, календарь однозначно не из легких. Ну и у нас есть еще Новосибирская Сибирь, которая вот в этом отношении может быть даже имеет некоторое преимущество над всеми остальными командами. Дело в том, что у Новосибирцев 46 игр, 89 очков в активе. И вообще, если мы говорим о потерянных очках, то Сибирь уступает только одну очко казанскому Акбарсу. И сейчас мы посмотрим, вот с кем проведет оставшиеся матчи в этом чемпионате дружина Андрея Скобелки. То есть, вот у Сибири обратная история. Они большинство матчей проведут на выезде. Как ты считаешь, может быть, вот этот вот фактор не позволит Сибири выиграть конференцию? Хотя это уже будет фурор на самый настоящий. Не думаю. Мы можем посмотреть на команды, с которыми им придется встречать в гостях. Это, в принципе, единственное, это Авангард, Борис и Уфа. Остальные команды не из восьмерки, поэтому я не думаю, что возникнут проблемы у Сибири. И как раз-то вот в Сибири есть стимул как раз для завоевания Кубка Континента. Для них это будет как раз очень важно. Действительно, ну, все это очень любопытно. Вот такие вот расклады перед финальной частью регулярного чемпионата. Посмотрим, кто в конечном итоге какие места займет вот в этой лидирующей четверке на Востоке. Ну, а теперь давайте посмотрим самый интересный момент дня по итогам двух матчей. Этот момент выбран из встречи Амур-Адмирал. Это второй гол в исполнении Евгения Орлова. Минута и четыре секунды оставалась до конца. Амур спасается. И вот как ребята радуются. мы, конечно же, отмечаем действия хабаровских хоккеистов в зоне нападения. Отличное оставление от партнера Орлова. Ну, и Орлов вытащил на себя здесь голкипера. Поймал на движении Проскурякова. Проскуряков думал, что Орлов будет бросать в одно касание, но тут такая пауза вытянутые руки и кистями посылает шайбу и попадает здорово под планку. Ну, и сам Орлов нам комментировал всю эту ситуацию. Ну, а теперь давайте посмотрим тройку лучших игроков на наш взгляд. Николай Антропов. Одна заброшенная шайба, победная шайба. Отмечаем также отменную игру Ильи Проскурякова. 29 сейвов совершил. Ну, и были эпизоды, когда он по-настоящему подтаскивал команду. Ну, и отмечаем Федора Белякова. Он сегодня забросил свою первую шайбу в сезоне. И эта шайба стала победной, которая принесла дальневосточной команде дополнительное очко. Это вот все, что было сегодня. А теперь давайте посмотрим в завтрашний день. Завтра побольше матчей состоится. Гораздо больше. 11 встреч. День стартует матчем в Новокузнецке в 15-0-0 матч в 17-0-0. В общем, большая культурная программа. Наши зрители могут выбирать себе матчи по вкусу, но вот так вот выделить какой-то один матч все-таки не приходится. Ну, наверное, интересный матч состоится в Нижнем Новгороде. Торпеда СКА. Динамо принимает Ладу, ЦСКА играет против Рижского Динамо. Вот такие вот матчи ожидают нас с вами завтра, друзья. Обо всем об этом мы завтра и поговорим здесь в студии. Ну, а на сегодня все. Для вас сегодня работали в программе «Колподробно» Владимир Гучек и Александр Гуськов. Не скучайте, совсем скоро встретимся вновь. До свидания. Завтра увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова